А прямо сейчас к экранам телевизоров мы приглашаем всех наших зрителей, ведь речь пойдет о самых интересных предсказаниях на этот день. Да, подзорную трубу мы уже убрали, мы уже знаем, что же обещают нам звезды. И важно быть ответственным и добросовестным по возможности проведите вечер с семьей. Настя, вообще, как ты думаешь, ответственность и добросовестность – это главные качества человека? Да, абсолютно. Ну как, ты же, во-первых, ответственен за свои поступки, а добросовестность – это вообще, в принципе, основополагающие ценности. Согласен, тогда, если люди это учитывают и подходят ответственно к любому делу, то все получается. Проблема у вас не будет. Хорошо, да, все верно. Так вот, Овнов ждет личный успех, возможно, повышение на работе. Берите дела в свои руки и действуйте. Сегодня также отличный день для учебы и творчества. Этот день принесет вам много незабываемых впечатлений, исполнятся ваши самые заветные мечты. Появится шанс отправиться в интересную, незапланированную поездку. Вот это вот всегда прекрасно, прям, когда незапланированно туда-нибудь едешь. Но будьте начеку и берегите свое здоровье. Вообще, вот про учебу, да, речь зашла, вообще нужно постоянно учиться, постоянно себя развивать, да, потому что ты порой даже не догадываешься, на что ты способен. Поэтому учитесь, дорогие, учитесь. Ну, а тельцы, опасайтесь семейных неурядиц, не ссорьтесь с близкими, наведите порядок дома, на работе займитесь разрыхлением. И если наведете порядок в своих вещах, то найдете важный документ, который считали давно потерянным. Или деньги. Или деньги. Да. А вечер проведите со своей второй половинкой. Устроите романтическое свидание, запишитесь на прием к врачу. И пора задуматься о своем здоровье. Вот, о здоровье тоже нужно всегда. Всегда. Особенно весной, когда погода обманчивая. А витаминоз еще, да, поэтому за здоровьем следите. Близнецы, в этот день вы можете смело переделывать все, что вас не устраивает. Исключением являются дела сердешные. Да? Сердешные. Сердешные. В этой области у вас все идеально. Сегодня вы услышите именно те слова, которые ожидаете услышать. И ваши тревоги улягутся. Не тратьте деньги на всякую ерунду. Лучше приберегите их. Настя, ты часто деньги тратишь на ерунду? Ты знаешь, нет. Нет. Я понимаю, что я трачу только на все нужное. Ну, то есть у меня закончилась зубная паста, я прихожу и беру зубную пасту. Ну, бывает такое вот, чтобы ты пришла в магазин, вот что-то прям хочется купить. Вот ты берешь, но не понимаешь, зачем тебе это надо. Вот уже нет такого. Нет? Отошла от этого. Ну, тогда мы тоже нашли. Я была шпаголиком лет 19-20. Телезрителям тоже пожелаем расчетливости. Так, ну что ж, Раки, а вы займитесь теми делами, которые будут приносить вам удовольствие. Если не можете с кем-то договориться, не стоит настаивать. Вы не в силах преодолеть чужое упрямство. Это точно. Лучше отложите решение этого вопроса. И начинающиеся конфликты окажутся бессмысленными и не приведут к конструктивному диалогу. А вторую половину дня посвятите своей семье. Вот. Заметьте вообще вторую половину дня лучше всегда... Всегда дома. Семья. Дома – это очаг, это самое дорогое, что есть, мне кажется, у каждого из нас. Поэтому берегите семью. Левам. Слушаю. Лучше отгородиться от негатива. Ведь только так можно сохранить хорошее настроение. Займитесь чем угодно. Главное, чтобы это приносило вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Удачный день для сделок с недвижимостью. Начало ремонта. А также заключение договоров. За исключением долгосрочных. Соблюдайте меру во всем. Кстати, ремонт я уже заканчиваю. Да. Поэтому я прям вот строго по гороскопу живу. Ну а у ДЕФ этот день отлично подходит для получения новых знаний. Авторитетные компаньоны сегодня могут указать вам путь, по которому следует продолжать путь для достижения результатов. Не игнорируйте эти советы и умерьте свою гордыню. Это может сегодня испортить ваш день. А еще вас пригласят на свидание. О-о-о. Так что ждите. Да, свидание. Не будьте слишком горды и соглашайтесь. Соглашайтесь и идите получать хорошее сердечное настроение. Да. Вот так. Весы. Не упустите важное известие. Оно может полностью изменить ваши планы на будущее и внести ясность в решение важного вопроса. Сегодня вам нужно избегать любой физической нагрузки. Это может привести к травмам. Суетливость сегодня будет лишь мешать. В сердечных отношениях все спокойно. Вечером можно провести время в компании друзей или за просмотром фильма с семьей. Вот заметь, у всех дела сердечные. Знаешь, почему? Весна. Весна, поэтому. Наконец-то. А работы у скорпионов прибавится. Вместе с ней и поменяется атмосфера на службе. Бумажный волокит затянется надолго и любой эмоциональный всплеск может вызвать ответную реакцию у близких. Будьте осторожны в своих высказываниях и займитесь своим здоровьем. Выплесните негативную энергию в ближайшем спортзале. Да, ты, кстати, хорошая вообще, когда там плескиваешь. Грушу побить, да? Все, что у тебя там накопилось. Да. А лучше знаешь, мой способ – это выехать в лес и поорать. Покричать. Да. Я люблю это. Нет, пару раз я пробовал. Это крутая штука. Крутая штука, да. Хорошая медитация, между прочим, поэтому берите на вооружение. Поехали в лес вместе с нами кричать. Парю. Стрельцам нет необходимости прилагать чрезмерные усилия для достижения своих целей. Вот как. Ваши финансы вполне стабильны. Ожидайте встречи, которая изменит вашу жизнь в корне. Это что это за встреча такая? Ну что-то вот какая-то судьбоносная встреча ожидает, понимаешь? Друзья хотят предложить вам авантюру. Не отказывайтесь. Ну если, конечно, хорошая авантюра. Даже если участие в ней вас очень пугает. Встряхнитесь. Да, встряхивайтесь. А у Козерогов день будет насыщенным. Вас будет переполнять энергия. Однако ее потребуется направить в правильное русло. Нереализованный потенциал может принять разрушительный характер, что в первую очередь скажется на семье и личных отношениях. Не откладывайте идеи в долгие ящики. Избегайте споров и новых знакомств. Вот. У кого-то новые знакомства хорошо, а у кого-то очень плохо. Да, в угол отойти и никого не подпускать. Жизнь водолеев наполнена переменами. Однако они будут к лучшему. Не стоит бояться нового этапа в жизни. Постарайтесь видеть в происходящих событиях положительный смысл и находить перспективы для успешных начинаний. Избегайте чрезмерного упрямства. В сложных ситуациях и спорных вопросах лучше обращаться за помощью к близкому человеку. Да и вообще, мне кажется, в жизни стоит быть легким на подъем, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет, и какой опыт не был бы, надо всегда какие-то плюсы брать. Ну, слушай, нужно, конечно, но не всем это подвластно. Не всем, но это младучно. Ну, если ты меланхолик и флегматика, как ты будешь легко... Ну, стараться учиться и как-то себя по-новому распределять. Ну, нет, я не соглашусь с тобой. Потому что рыбам, чтобы добиться успеха, придется проявить упорство. И не бойтесь перемен, и наполняйте их положительным смыслом. Вот видишь, верьте в счастливое будущее. И соберите вокруг себя людей, которые станут примером для подражания. Ограничьте общение с лицами, в компании которых вы чувствуете дискомфорт. И всерьез займитесь своим здоровьем. У всех, кстати, займитесь, да, со здоровьем. Потому что за зиму, видимо, все вот это... Накопилось все, надо избавляться. Негатива избавляться надо. Поэтому выкидывайте все плохое. Вот такой прогноз от звезд на этот день. Всем мы желаем счастья, любви весенней и успеха.